Эфир телеканала Белоруссия Терю Гомель продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Футбольные клубы Гомель и Локомотив провели товарищеский матч. Подопечные Алексея Шубенка встретились с земляками из высшего дивизиона на Бобруйском стадионе имени Прокопенко. По итогам основного времени победа досталась футболистам Гомеля. Они обыграли железнодорожников со счетом 1-0. Автором единственного гола в матче стал новичок зелено-белых Виталий Квашук. В очередном матче чемпионата Белоруссии хоккейный клуб Гомель проиграл в гостях у Гродненского Немана. Хозяева начали игру с активного старта. Уже в первом периоде одна из атак оказалась успешной. Во второй 20 минутке гродницы утроили счет на табло. В результате рыся потерпели сухое поражение со счетом 0-3. С учетом континентального первенства это поражение стало десятым для гомельчан. В баскетбольном клубе «Гомельские рыси» произошли кадровые изменения. Тяжелый форвард Юлия Гапонова покидает команду. Спортсменка приняла приглашение САД Каимбра и теперь будет представлять нашу страну в Португалии. К другим новостям баскетбола. Встреча «Рыси» с горизонтом дворцов. В последнем туре первого этапа республиканского первенства закончилось поражением 58-60. Теперь гомельчанки переходят в подгруппу «Б». Это значит, что они будут бороться за пятое место. В этом туре также встречались «Смоки» Минск и «Горизонт». Матч закончился в пользу «Смоков» 84-60. «Цор» Виктория проиграла Гродненской Викторией 86-94. «Олимпия» обыграла «Ргуор» 95-52. Ближайший матч гомельчанок пройдет 3 февраля. «Рыси» встретится с «Ргуор» в Минске. Начало игры в 15.00. В первой встрече 13-го тура чемпионата Беларуси по волейболу «Энергия» победила «Олимп». На Брестском паркете гомельчане уверенно одолели хозяев сначала в первом матче 3-1, затем с таким же счетом и во втором. После этой виктории гомельская команда продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице республиканского первенства. В активе у них 59 очков. В следующем матче гомельчане встретятся с волейболистами столичного «Ргуор-2000». Подопечные Дмитрия Лихорада проведут игру на паркете спорткомплекса «Локомотив» в эти выходные. К другим матчам тура «Легион» проиграл «Шахтеру» 0-3-0-3. Маркова ГТУ одолел «Ргуор-2001» 3-0-3-0. Батэ БГУФК потерпел поражение от строителя 0-3-0-3. А «Мопит» победил коммунальник «Могилев» 3-0-3-1. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.